Иван Михайлович Ероцкий, отважный пехотинец, участник Советско-японской войны, старший лейтенант, командир роты автоматчиков 390 батальона морской пехоты. Родился 5 июня 1916 года в селе Подгорное, ныне Кокпехтинского района Восточно-Казахской области Казахстана, в семье крестьянина. В 1937 году был призван в ряды Красной Армии. В 1938 году курсантом полковой школы принимал участие в военных действиях у озера Хасан. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов 1-й Краснознаменной Дальневосточной Армии. В 1940 году младший лейтенант Ероцкий прибыл на Тихоокеанский флот с командиром роты 13-й бригады морской пехоты, участник войны с Японией 1945 года. 13 августа 1945 года рота автоматчиков под командованием старшего лейтенанта Ероцкого совместно со 40-м разведывательным отрядом старшего лейтенанта Леонова высадилась в тылу японских войск в порту Сейсин. Моряки сходу овладели железнодорожным и шоссейными мостами через реку и перерезали все коммуникации в Сейсине. Четверо суток десантники сражались в тылу врага. В ходе боя Ероцкий был трижды ранен, но остался в строю и руководил действиями десанта до подхода основных сил бригады. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами за доблесть и отвагу старшему лейтенанту Ероцкому Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны продолжал службу в вооруженных силах, работал старшим преподавателем тактики военного училища морской пехоты в городе Выборг Ленинградской области. С 1971 года подполковник Ероцкий в запасе. Жил в городе Пушкино Ленинградского горсовета. Работал в учебных мастерских. Умер 25 июля 1980 года. Похоронен на Казанском кладбище города Пушкино. Каждый человек, который рисковал своей жизнью, дабы спасти свою страну, заслуживает уважения и того, чтобы его помнили люди, которые живут в современности. Продолжение следует...